Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. У меня просили недавно рассказать о том, как живут люди наши за рубежом, чтобы я поговорил с кем-то. И вот как раз вчера представилась такая возможность. Совершенно случайно, это было очень коротко. Мы остановились, когда мы выезжали уже из Франции, мы должны были пересять всю Германию, остановились там на стоянке небольшой и ну там туалет всякий. И я смотрю, моя жена разговорилась с каким-то мужиком, который только что припарковался рядом. Это был, ну естественно, на русском языке, потому что жена не очень хорошо говорит на других языках. Вот, я подошел, это был эмигрант, который переселенец наш, выходец из Казахстана. Вот, на самом деле он рассказал, что они родились на Алтайском крае где-то, потом жили долго в Казахстане. И из Казахстана, вы знаете, в Казахстане было много этнических немцев, он один из них. Они переселились еще во время, ну вот, Горбачева, там Советского Союза и так далее. Вот, и поэтому, значит, нам было естественно интересно послушать о том, как живут немцы в Германии. И мы задали ему кучу вопросов, он на них с удовольствием отвечал, потому что ему было, ну, похоже, что было приятно просто поговорить на русском языке. Это была семья, там, мужчина, жена, детей, по-моему, двое или трое, мне показалось, что трое. Вот, он сказал, что мать еще у него здесь. И они переселились еще, ну, до 90-х годов, даже буквально до наших вот, вот этих вот бешеных 90-х. Вот, и он наблюдал все это в динамике. Что он рассказал? Когда они переселились, у них сразу они заполнили анкету, они сказали, что они вот хотят переселяться, они этнические немцы, Германия там по своей программе их принимала. Когда они заполнили анкету, у них забрали паспорт и все, то есть они сразу потеряли гражданство. И он сказал, что сейчас еще можно восстановить, типа, гражданство тем, кто, ну, по крайней мере, родился в России и жил в России, но так как он, они родились в России, но переселились из Казахстана, то, в общем сказать, для них эта возможность закрыта сейчас. То есть гражданство российское восстановить он не может. Он немец. Вот, он немец, причем вот с тех времен. Но он помнит еще Казахстан, естественно, он помнит, что в Казахстане он оттяпал свое время, говорит, участок, ну и как по-русски, значит, какой он немец. Вот, значит, там соседних немножечко там присоседил. Вот, у него, как он говорит, оказалось потом, что был самый большой участок в городе, ну, не самый большой, второй по величине участок в городе. У него был двухэтажный домик, значит, в Казахстане, и, ну, он построил. Жили, в принципе, они неплохо. Вот, и переселились в Германию. В Германии, что он сказал? Говорит, вначале было очень хорошо, там дочь марки были и так далее. И после того, как началась вот эта перестройка, началось, так сказать, падение берлинской стены, все хуже и хуже было. Почему? Ну, живут они в Ингольштадте, это город, в котором сосредоточено основное производство Ауди, и он шесть лет проработал на заводе Ауди. Работал в ночные смены, поэтому получал очень-очень немало. Вот, но потом, потом у Ауди начались какие-то небольшие, ну, значит, ну, там, падения производства или еще что-то, и ночную смену завод решил закрыть. Его перевели на дневную смену, во-первых, а, во-вторых, он стал работать три дня в неделю с соответствующей зарплатой, понятно, да? То есть, зарплата у него за счет того, что она уже не ночные смены, а дневные, она уже сократилась за ночные, и не доплачивает. А, во-вторых, три дня в неделю, то есть, зарплата уменьшилась в два раза сразу. После того, как упала Берлинская стена, старые земли, ну, так сказать, был там референдум, что да, принимаем, все. Вот, был референдум. Они ввели для тех жителей, кто живет на старых землях Германии, налог дополнительный 18%, это на восстановление той части Германии, которая есть, и этот налог платится до сих пор. И сейчас немцы уже в старых, в новых, вот, присоединенных, в высшей ГДР живут, я вам честно скажу, дороги там лучше. Вот, потому что там все дороги полностью отстроены, так сказать, там дома отреставрированы, все там, города отреставрированы, там все великолепно сейчас, там уже живут, так сказать, лучше, чем в старых землях. И дороги там лучше, чем в старых землях. Но то, что было после, сразу присоединения, это был, конечно, кошмар. Он работал 6 лет вот на Ауди. Что я хотел еще сказать? Да, потом он работал, сказал, что на Камьоне. Камьон это, я так понял, что это фура, потому что, ну, Камьон обычно это огромный грузовик, но, как он рассказывал, он возил, мне показалось, что он возил продукцию фирмы Ферреро. Ну, вы знаете, шоколадный, так сказать, Ферреро Роше, да, но я сказал, что вроде бы итальянская компания. Нет, он сказал, что это немецкая компания Ферреро, штаб-квартира находится в Киле. Вот, он работал на Камьоне, как он выражался. Вот, возил продукцию, ну, по Германии, потом в Румынию заезжал, вот, в новые земли Германии и так далее. Что он еще интересного рассказал? Он рассказал, что, про лояльность компании. Говорит, что в компаниях у них есть такое понятие, как лояльность компании или уважение к компании. И если ты не уважаешь компанию, это может служить поводом для увольнения. Причем увольняют, говорит, просто так, запросто. В частности, как он сказал, компания Ферреро, значит, может прийти к тебе домой и заглянуть к тебе в холодильник и посмотреть, есть ли у тебя продукция компании Ферреро. Это киндер-сюрприз, там, посмотреть, покупаешь ли ты и прочее, и прочее. И ты обязан еще показать чеки, когда ты покупал, что вот это вот все ты покупал. То есть ты в супермаркете должен собирать чеки, которые ты покупаешь. Не дай бог ты их не покажешь. Увольняют запросто, что ты покупаешь. Да, то есть у тебя есть в холодильнике продукция фирмы компании Ферреро, а ты не можешь подтвердить, что ты ее купил, то есть ты ее украл. Вот это может быть основанием и неуважение к фирме. Я говорю, а Ауди? Он говорит, Ауди. Когда работал в Ауди, он купил себе машину, тогда еще задавал еще марки, Ниссан, марки Ниссан. И однажды его вызывает начальник и говорит, слушай, вот у тебя машина Ниссан, а ты работаешь на Ауди. И ты же понимаешь, что это вот не очень хорошо. Он говорит, ну да, но это моя машина, я хочу на ней ездить, сказал он. Но ты работаешь на концерна Ауди, и получается так, что ты не очень уважаешь концерна Ауди, поэтому не мог бы ли бы ты купить машину Ауди, чтобы не мозолил на стоянке перед заводом Ауди автомобиль Ниссан. Он говорит, ну посмотрите, по параметрам, с теми же параметрами машина Ауди стоит 60 тысяч дойчмарок, а я купил Ниссан новые за 20 тысяч дойчмарок. Ну, ему сказали, мы тебе сделаем скидку 30%. Он говорит, ну и что? Говорит, получается, что я должен такую же машину с точно такими же параметрами купить за 40 тысяч дойчмарок, то есть влезть в кредит, а в кредит я влезать не собираюсь, сказал он. Это вот разумный человек, говорит, кредит это вообще удавка и все. Многие сидят в кредитах, он говорит, нет, я в кредит влезать не собираюсь. Вот, и, ну, я так понял, что его не уволили на самом деле, вот, но он сказал, что уволить могут по любой причине. Жена говорит, а профсоюзы? Нет, ну какие профсоюзы? Есть такая статья и все. Вот, ну, естественно, меня интересовала пенсия. Он говорит, пенсия, такая дело, пенсия, мать у него ушла с 60 где-то трех лет на пенсию, и, говорит, пенсия у нее очень маленькая, на эту пенсию нельзя прожить, пенсия у нее 700 евро. Почему пенсия маленькая? Потому что мать, у матери весь стаж в Советском Союзе, в Советском Союзе, и, собственно говоря, в бюджет Германии она ничего не платила. Поэтому, значит, когда становится плохо, пенсию могут совершенно спокойно урезать. Вот, и урезали, и, соответственно, ну, прежде всего тем, кто стаж основной заработал не в Германии. Вот, и говорит, у меня, говорит, пенсия больше, чем у матери, но у меня пенсия другая. Вот, ну, он не выглядит пенсионером, он не выглядит старым, но у него, он сказал, что он инвалид. Вот, и у него была сначала одна операция, потом другая операция, и после второй операции, после первой операции ему сказали, что пенсия тебе не положена, потому что ты еще можешь работать. Вот, но потом уже сказали, что не можешь работать, хотя внешне он выглядит, так сказать, ну, он моложе меня, и, соответственно, выглядит, по крайней мере, моложе меня, здоровее выглядит, но он говорит, не, работать не могу. Вот, две операции. Я говорю, а операции как делали? Операции? Я говорю, платил? Нет, ничего не платил. Я говорю, а как, ну, там, типа, страховая медицина и так далее, то есть, за все это платится. Вот, то есть, операции, я так понял, серьезные были, потому что там то ли на сердце, то ли еще на что-то. Вот, и он сказал, что в Казахстане они работали на фосфорных рудниках, и мать, и он, вот, но, может быть, с этим связано, может быть, нет. Ну, по крайней мере, вот так. Что еще я могу сказать? Да, пенсия. Пенсия, говорит, раньше, говорит, была 1700, а потом, когда стали проблемы с бюджетом, там, пенсионного, там, фонда, или пенсию платят, кто там у них, социальная служба, социальная пенсия, говорит, была 1700, хрязь урезали до 700 евро. На 700 евро, я так и не понял, матери или ему, вот, на 700 евро сильно не проживешь. Что про детей? Зашла речь про детей, я говорю, ну, а, про Австрию жена спросила, говорит, на Австрии. Говорит, ну, в Австрии совсем все по-другому. В Австрии все совсем по-другому. В Австрии, говорит, живут намного лучше там, потому что там и детей, с детьми все хорошо, и с пенсией. Австрияки, не-не, говорит, там, ну, может быть, штрафы выше. Он сказал, что я вот еду там по Австрии, да, так сказать, там за превышение скорости, за то же нарушение в три раза выше штраф. Вот, но в Австрии, он сказал, говорит, за детей, ты представляешь, говорит, за детей в Австрии платят там, что-то там, то ли 400, то ли 700 евро, я уже не помню, за каждого ребенка. И, как он говорит, что гражданство дают сразу по моменту рождения ребенка, и сразу назначают вот это вот пособие детское, вот, на детей. Говорит, а у нас 202 евро на ребенка. Я говорю, а долго платятся детские, так сказать, там, ну, сколько там, три года, там, пять лет. Говорит, до 25 лет, пока ребенку не исполнится до 25 лет. Но есть нюансы, он говорит, в Германии платят, почему до 25 лет, потому что ребенок должен закончить школу и еще выучиться после школы. Он еще не работает самостоятельно. Считается, что до 25 лет человек еще не работает самостоятельно, поэтому его надо поддерживать, социальные службы. Вот, и в Германии, если, например, он закончил школу и пошел работать, то сразу это убирается. А вот в Австрии, говорит, не убирается, независимо от того, работает он или нет. В Австрии, во-первых, ну, заметно выше, там, в два-три раза, вот, и не убирается. И при этом, говорит, да, жена говорит, о, так это выгоднее в Австрии ехать, рожать. Говорит, есть нюанс. Есть нюанс. Говорит, если, говорит, вот с таким вот животом, то, говорит, вам не продадут билет на самолет и не улетите в Австрию. На автобусе не уедете, а на машине можно. И, говорит, в Австрии женщина, если рожает, то, значит, она получает, во-первых, пособие на ребенка. Ребенок получает австрийское гражданство, а мать получает вид на жительство в Австрии до вот этих самых 25 лет. Если ребенку исполнилось 25 лет, значит, все, он полностью самостоятельный, мать теряет вид на жительство в Австрии. Вот такие дела, и ребенок должен обеспечивать ее. Это вот по поводу Австрии, то, что он рассказал. Что еще? Ну, жена спросила, естественно, налоги. У меня жена главный бухгалтер была. Вот, ну, мы что-то сказали, так намекнули, говорим, ну вот, а, зарплата. Зарплата. Ну, он говорит, ну вот, там 3000 евро платят, но на руки-то, извините, говорит, получаем 1800. То есть, при зарплате 3000 евро на руки они получают 800 евро. Вот, к тому, что люди, многие говорят, что вот у них такие зарплаты высокие, 3000, там 5000. Значит, вот 3000 евро. Да, он не квалифицированный, это чисто рабочий. Надо понимать, чтобы вы понимали, да. То есть, он работал на Ауди, я так подозреваю, что, возможно, на конвейере. Вот, а потом на Камьоне, ну, Камьон, это, извините, водитель фуры. Вот, при зарплате 3000 евро на руки он получает 800. Вот, и жена просто, ну, мы сказали, что-то обмолвились, что вот у нас там никто не считает налоги. Все считают, что налог на зарплату 13% вьет очень много. Он такой, 13? У вас налог, там, 13%, у нас, говорит, 28%. Но, я подозреваю, что он не вполне владеет ситуацией, что это разные налоги, но в сумме, да, 28%. Вот, мы посчитали, что если он получает на руки 1800, то при зарплате 3000, то мы так что-то прикинули, и получается, что 40% он платит. Вот, но, что он платит? Судя по всему, он платит, мы посчитали, что если 28% уходит, ну, вот у нас, например, мы платим 30%, да, налогов. Если кто не знал, у нас социальные налоги 30%, это платят работодатели у нас. У них налоги платит не работодатель, а сам человек, и он знает, что вот он получает при зарплате 3000 евро 1800. У нас люди не знают, что для того, чтобы, вот я, например, как руководитель, я был всегда директором, чтобы заплатить человеку 100 рублей, то человек на руки получает 100 рублей минус 13%, то есть 87 рублей, а я на эти 100 рублей сверху плачу еще 30% в бюджет, ну, не в бюджет, в разные, так сказать, там, небюджетные фонды и так далее, 30%. То есть я, как предприниматель, плачу 130 рублей, вы получаете 87 рублей. Вот такая, ну, на каждые 100 рублей, понимаете, да, на каждые 87 полученных вами рублей вы платите 13% из этих 100 рублей, а я плачу еще сверху 30%, так вот эти 30% сверху платятся там. И, ну, мы прикинули и решили, что у них налоги все-таки чуть-чуть меньше, чем у нас, потому что если налоги 40%, а у нас получается 30 плюс 13, 43, то у них получаются налоги чуть ниже, но при этом медицинское обеспечение сильно лучше, то есть вот надо отдать справедливость. Когда речь зашла о квартплате, я говорю, ну, вот, ну, а дом сколько, так сказать, квартплата, говорю, там, где-то примерно 400 евро, он такой, чего? 400 евро? Да за 400 евро ты, ну, он там задумался, задумался, ну, разве что крохотную однокомнатную квартиру. 400 евро, это вот вся коммуналка будет обходиться. Ну, я так понял, что где-то 600-700 евро у них обходится более-менее приличное жилье. Ну, коммуналка, он сказал, метров 40, да, а, так сказать, ну, они-то живут, извините, так сказать, там, ну, где-то обычно там 120-160 метров, вот, поэтому вот там побольше. И смотрите, что получается, если пенсия, например, 700, то, говорит, так сказать, из них отдай тысячу за квартиру, вот, собственно говоря, и все. Получается, что либо продавай квартиру, значит, снимай жилье, либо вдвоем, то есть, когда вдвоем живут еще как-то, но при этом считают каждую копеечку. Друзья мои, они считают каждую копеечку, и не думайте, что им так легко. Что он еще рассказал про мигрантов, говорит, про мигрантов, говорит, такое дело, приезжает, говорит, есть анекдот, вот такой вот ходит, говорит, приезжает такой сириец, пятеро детей, все, ему говорят, слушай, какой ты бедный несчастный в Германию, да, и ему дают сразу деньги, вот на тебе деньги, там, на каждого ребенка, тун-тун-тун-тун-тун, вот, получается, денег больше, чем у немцев, у сирийца, но он живет хрен знает где. Сириец приходит и говорит, слушайте, ну, деньги у меня дали, мне жить негде. И немецкое правительство дает ему жилье, квартиру, вот тебе квартира, живи. И такой, сириец живет, деньги есть, квартира есть в Германии, все шикарно. И сириец приходит и говорит, ну, слушайте, ну, у меня, так сказать, вы дали мне, так сказать, деньги, вы дали мне квартиру, я хочу стать немцем. Они говорят, о, прекрасно, говорит, хорошее решение, вот тебе немецкий паспорт. И забирают деньги и квартиру. Он говорит, как, а деньги, а квартира? Немцы должны работать. А немцы у нас работают, вот что он сказал. Вот, немцы работают на сирийцев, на всех остальных. В Германии очень много работают, поверьте мне. Они работают, у них рабочий день начинается в 7 часов утра, то есть они как сумасшедшие бегут на работу, они очень рано работают. У них производство кругом. Мы проезжали Гамбург, это что-то, там наворочено столько, там вот эта вот дорога, она еле втиснута между... Мы проезжали Гамбургский порт, он огромен, там много-много километров. Ранее, когда я ездил, я проезжал Франкфурт, там аэропорт, это километров 10, я думаю, всех этих сооружений, то есть это огромный-огромный перевалочный, грузоперевалочный пункт. В Гамбурге это огромный-огромный порт, который... Все товары из Германии идут на экспорт, все эти автомобили и так далее, и в Германию поступают все грузы. Это огромный порт, это огромные улицы. Я был в Роттердаме в порту, это тоже, это нечто, это целый город. Понимаете, и вот эта вот дорога, автобан, он втиснут там буквально. Ну и дальше, после Гамбурга мы ехали, кстати, вот, ну как обычно, в Голландию, так сказать, там и так далее. И вот все эти автобаны, которые идут туда, в сторону Голландии, они проходят через Рурскую область, Рургебит. Вот, так вот, Рурская область в Германии это что-то невероятное. Когда вот мы раньше ездили, да, и я никак не мог понять, мы, так сказать, там там навигация не было, мы пытались по карте разобраться, и мы никак не могли понять, вот, нету вот этой дороги, и все. А потом я понял, что нужно купить отдельную карту Рурской области, потому что ни одна карта не вместит столько дорог. Там настолько все наворочено, вот, Рургебит, это нечто, это вот Кёльн, Осна, Брюк, Дортмунд, вот эти вот места, там сейчас это очень много ремонтов дороги, там очень много пробок, мы там, это бешеные скорости, очень на маленьких дистанциях бешеная скорость, это нечто, ребята, вот. И у немцев, я к чему это, у немцев огромная промышленность, компании там Сименс, Бош и так далее, это промышленность совершенно бешеная, все эти грузы ездят, перевозятся, все страны, которые, вот, когда Китай объявил, что в Китае рабочие силы дешевые, и все страны пошли производство переносить в Китай, все, кроме Германии. Германия сказала, мы сохраним свою промышленность, и они сохранили. И сейчас у других стран есть проблемы, так сказать, там выводить, естественно, производство из Китая, в Германии этих проблем нет. В Германии проблема нехватка рабочих рук, почему они и набирают всяких вот этих мигрантов, вот. Германии, немцы работают. Очень много работают немцы. Вот, вот, да, и когда мы прикинули, да, вот смотрите, вот, пенсия такая, типа 700 евро, и из них все 700 надо отдать за квартиру, за жилье, если имеешь собственное жилье, а не снимаешь. Вот, да если снимаешь, тоже, в общем-то, все уходит. Вот, кредиты опять за машины и так далее, то, вы знаете, я вам скажу честно, мне показалось, что мы живем лучше. Спокойней. Вот честно. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, напишите, пожалуйста, но мне кажется, у нас намного проще заработать деньги. Да, я разговаривал, он рабочий, и, может быть, он многого не знает по налогообложению, потому что, и мы пытались спросить, сколько платят предприниматели, он говорит, нет, у нас там одна сетка и так далее, но, мне кажется, он не знает об этом. Мне кажется, там для предприятий совсем другие налоги, для компаний другие налоги, поэтому я не знаю, где лучше жить. Мне показалось, что он, у него была какая-то ностальгия или тоска, поэтому он так вот разговорился, вот, ну, мы совсем недолго, минут 20 разговаривали, потому что и нам, и им было ехать надо, вот, жена, да, больше жена разговаривает на немецком языке, дети тоже на немецком, но, в конце концов, дети из машины крикнули, там, типа, вы долго еще, вот, ну, в общем, сказать, уже пора было ехать, вот, нам тоже было пора ехать, мы сказали, что все, пока, вот, они прыгнули в машину, даванули на газ, у них был Volkswagen Transporter, по-моему, вот, и они ломанули, он сказал, что еще 500 километров до Ингольштата, это все, состоялась встреча наша во Франции еще, вот, ну, а нам еще дальше предстояло ехать, аж до Чехии, вот, сейчас я в Чехии, вот, поэтому, мне показалось, что у него была какая-то ностальгия и тоска, но, как у многих мигрантов, я видел, вот, ну, как бы, вот так и так, вот, он немец, напишите, что вы думаете по этому поводу, спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий, до встречи.